Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня посмотрим главу 1c грамматика в применении нашего замечательного учебника Spotlight 8. Если это видео вам понравится или окажется для вас полезным, я прошу вас поставить ему лайк и подписаться на канал. And we start with exercise 1. And that present tenses. Read the comic strip. What tenses are the verbs in bold? Find examples of a permanent state, expressing anger or irritation at a repeated action, an action which started in the past and continues up to the present, with emphasis on the duration, an action that happened at an unstated time in the past. Нас просят прочитать комикс «Что выше?» и ответить на вопрос, в каком времени употреблены глаголы, выделенные жирным шрифтом, а также найти примеры. Постоянного состояния, выражение злости или раздражения от повторяющегося действия, пример действия, которое началось в прошлом и продолжается вплоть до настоящего момента, с подчеркиванием его длительности, это важно, а также действия, которое случилось в определенный момент времени в прошлом. Как мы понимаем, это случаи употребления времен. Каких же? Present simple – настоящего простого, present continuous – настоящего длительного, present perfect simple – настоящего совершенного и present perfect continuous – настоящего совершенного длительного. Let us read the comic strip. Hey, are you really a talking dog? У нас первый случай глагола, выделенного жирным шрифтом. Эй, ты действительно говорящая собака? И мы понимаем, что это случай так называемого постоянного состояния, потому что собака может быть либо говорящей, либо неговорящей. Не может быть так, что сегодня она разговаривает, а завтра уже нет. I certainly am, sir. К нашему удивлению собака отвечает, да, действительно, определенно, я говорящая собака, sir. Not only that. I know how to do maths, too. Я также знаю, как решать математические задачи. And I've been studying literature for the last two years. Собака два года назад начала изучать литературу. Продолжается это действие вплоть до настоящего момента и, может быть, даже будет продолжаться. Предлог for здесь подчеркивает как раз период времени, то есть длительность. Соответственно, у нас здесь случай действия, которое началось в прошлом и длится по настоящий момент. I've learned the works of Shakespeare by heart. Я выучил наизусть работы произведения Шекспир. Здесь мы видим время Present Perfect Simple, которое говорит нам о том, что действие произошло в какое-то неопределенное время в прошлом. Возможно, в один из дней из тех двух лет, пока собака изучала литературу. Более того, у нас есть результат. Собака теперь знает произведения Шекспира наизусть. Это ее достижение. I don't believe it. Why do you want to give away a dog like that, madam? Мужчина считает это просто невероятным и спрашивает, чему вы хотите отдать такую собаку? Отдать ее в хорошие руки, естественно. И ему отвечают, he is always lying to people. Мы видим здесь Present Continuous, который в сочетании с always указывает на действие, которое, во-первых, повторяется, а во-вторых, раздражает говорящего. В данном случае девушке не нравится, что собака постоянно врет. Таким образом, все четыре случая нам стали понятны. Но упражнение коварно задает нам еще один вопрос. What other uses or distances can you think of? Give examples. Какие еще случаи применения могут быть у этих четырех времен? И нас просят предоставить примеры. Лучше всего эту часть упражнения выполнять при помощи грамматического справочника, который является вашим лучшим другом при освоении грамматики. Можете открыть его для подробностей, а мы пробежимся по тем временам, что изучаем. Итак, Present Simple – настоящее простое время. Табличку с тем, как оно образуется, вы можете посмотреть в грамматическом справочнике. Нас же интересует случай употребления. Итак, Present Simple употребляется, когда речь идет о повседневных и регулярных действиях. Например, То есть каждый вечер он выгуливает собаку, или работать они начинают в девять утра. Следующий случай – это привычки. She likes milk for breakfast. На завтрак она любит молоко. Следующий случай – это расписание и программы, в том числе в значении запланированного будущего. То есть вне зависимости от того, дождь или снег на улице, поезд отправляется в девять, а музеи открываются в десять утра. Следующий случай – это привычные состояния. He lives in Moscow. Он там постоянно живет, уже много лет никуда не собирается увезти. Это состояние привычно для него и для окружающих. Следующий случай – последовательные действия в настоящем. То есть те, которые у нас происходят, можно сказать, через запятую, одно за другим. He takes a shower, has breakfast and goes to school. Наверняка эти действия происходят каждый день, кроме выходных, каникул и праздников. Какие указатели времени помогают нам определить, что перед нами present simple? Это every day, month, hour, summer, morning, evening and so on. Наш любимый указатель usually – often, sometimes, always и так далее. А также on Sundays, Tuesdays и другие дни недели. Некоторые из этих указателей являются наречиями частотности, которые выражают, как часто что-либо происходит. Always – это всегда, то есть 100%. Usually – где-то 75%, то есть обычно. Но уже не всегда. Often – часто, где-то 50 на 50. Sometimes – иногда, где-то 25%. Ну и never – никогда, то есть ноль. Впотребляются наречия частотности перед смысловым глаголом, но стоять они должны после глагола to be и после вспомогательных глаголов. Например, they usually travel abroad in summer. Мы видим travel – это смысловой глагол, поэтому наречия частотности usually становится перед ним. Alex is rally at the office on Saturdays. Здесь мы видим глагол to be в форме третьего лица единственного числа. Соответственно, наречие частотности уходит за него. Следующий пример – she has never been to an art gallery. У нас есть вспомогательный глагол has. Соответственно, наречие частотности тоже должно встать после него. Это правило. Его нужно запомнить. Следующее время – это present continuous, настоящее продолженное. Или настоящее длительное. Образуется оно при помощи глагола to be в одной из его форм и смыслового глагола с инговым окончанием. Подробная табличка, опять же, есть в грамматическом справочнике. Случай употребления. Present continuous употребляется, когда речь идет о действиях, происходящих сейчас в момент речи. He is talking on the phone right now. То есть прямо сейчас он разговаривает по телефону. Следующий случай – это временные ситуации. I am preparing for my exams this month. В этом месяце я готовлюсь к экзаменам. Это временные экзамены пройдут и готовиться уже не надо будет. Или they are decorating their house this week. На этой неделе они как-то заново украшают дом. Именно этим они заняты. Кончится неделя, кончится и ситуация. Следующий случай – это меняющиеся и развивающиеся ситуации. Spanish is improving. Ее знание испанского улучшается, то есть ситуация находится в развитии и, соответственно, present continuous. Следующий случай – это запланированные действия в будущем, особенно, когда известно время и место действия. He is taking his cat to the vet tomorrow. Известно время – это tomorrow, завтра. Известно место – to the vet, то есть к ветеринару. Он свою кошку завтра несет. Следующий случай – с такими наречиями, как always, constantly, continually, для выражения эмоционального состояния, часто раздражения по поводу часто повторяющихся действий. Это тот случай, что был у нас в комиксе. Ну, еще один пример. He is always calling us late at night. Он всегда звонит нам поздно вечером, естественно, мало кому это нравится. Важно понимать, что некоторые глаголы, такие как have в значении possess, like, love, hate, want, no, remember, forget, understand, thing, believe, cost, не имеют формы present continuous. Потому что они в основном относятся к глаголам состояния. Но об этом позже. Какие же указатели времени помогают нам определить present continuous? Now, at the moment, at present, nowadays, these days, today, tomorrow, next month. И другие. Некоторые подробности о разнице употребления present simple и present continuous вы можете посмотреть в грамматическом справочнике самостоятельно. Мы же продолжаем с present perfect. Настоящее совершенное время. Образуется оно при помощи глагола have, который является вспомогательным, и третьей формы смыслового глагола. Это если глагол неправильный. Для правильных используется окончание –ed. Случай употребления. Present perfect употребляется, когда речь идет о действии, произошедшем в прошлом, но имеющем, видимо, результат настоящим. Например, they have had an argument. Они поссорились. Когда? Мы не знаем. И это, в принципе, не важно. Tina has cut her hair and she looks very different now. Tina подстриглась, и она выглядит по-другому. У нее есть результат. Это изменившаяся внешность. Соответственно, present perfect. Если действие завершилось недавно, мы также употребляем present perfect. He has cleaned his room. Действие окончено. Комната чиста. Опять же, есть результат. Следующий случай – это личный опыт, переживания, изменения, которые произошли. They have never had so much fun. Они никогда так не веселились. Далее, в предложениях со словами today, this morning, afternoon, week so far и тому подобное, когда эти периоды времени не закончены к моменту речи. Например, she has written two essays this week. Если у нас идет все еще та же неделя, то мы употребляем present perfect. На этой неделе она написала два сочинения. И еще один случай – это действия, начавшиеся в прошлом и продолжающиеся по настоящее время, в основном с глаголами состояния. We have known her for three years. Мы знаем ее уже три года. И, конечно же, продолжаем знать. Какие указатели времени помогают нам определить present perfect simple? Эти указатели just, already, yet, ever, never, for, since. И последнее время, интересующее нас, это present perfect continuous – настоящее совершенное продолженное время. Образуется при помощи вспомогательного глагола have в соответствующей форме. Затем идет to be в третьей форме, то есть been. Далее смысловой глагол с инговым окончанием. В случае употребления – когда подчеркивается значение длительности действия, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего времени. Этот пример есть у нас в комиксе, но вот еще один. We have been trying to find tickets for the concert for three weeks. Три недели мы пытались найти билеты на концерт. И второй случай – это обозначение действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося некоторое время. Это действие может еще длиться или может быть уже завершено. Но у него обязательно должен быть видимый, ощутимый результат. Например, his clothes are dirty because he has been repairing his car. Он ремонтировал свою машину какое-то время, поэтому его одежда грязная. И это и есть тот самый видимый, ощутимый результат. Какие указатели помогают нам определить Present Perfect Continuous? Это since for how long? Таким образом мы ответили на второй вопрос упражнения 1, дали примеры и заодно повторили грамматику времен настоящих. Now some practice and exercise too. Put the verbs in the brackets into the correct tense. Compare with a partner. Нас просят раскрыть скобки и заполнить пропуски словами, выделенными жирным шрифтом. Итак, when do the kids come back from their holiday? Когда дети вернутся с каникул. Каникул – это вещь, проходящая по расписанию, чаще всего. Соответственно, возвращение детей к нему же и привязано. Поэтому используем Present Simple. School starts on the 15th, so a week earlier. И вновь в случае расписания. Школа в любом случае начнется 15-го числа. Поэтому дети вернутся на неделю раньше. Ну, видимо, чтобы успеть подготовиться. Sue is looking for a new flat at the moment. Мы видим at the moment, который подсказывает нам, что здесь у нас Present Continuous. Плюс сама ситуация – это то самое временное состояние. В данный момент Sue ищет квартиру. Has she found anything yet? У нас есть yet, который является указателем Present Perfect. Плюс здесь говорящего интересует результат. Она уже нашла что-нибудь. Третий случай. Does your sister always leave her stuff everywhere? Здесь мы используем Present Simple для передачи случая привычек. Твоя сестра всегда оставляет свои вещи повсюду. Yes, and she is always complaining about me being messy. Да, и при этом она еще и всегда жалуется на меня, будто это я развожу беспорядок. Этот факт, видимо, не нравится спикеру. Он испытывает по этому поводу раздражение. Поэтому у нас здесь Present Continuous. Can you drive? I'm learning. I have been taking lessons for two weeks now. Можешь ли ты водить машину? Я учусь. Процесс идет. Состояние временное. Здесь у нас Present Perfect Continuous, потому что человек две недели назад начал брать уроки вождения и продолжает это делать. Здесь у нас еще и подчеркивание длительности действия. Oh no, I've lost my keys again. О нет, я опять потерял ключи. Есть результат, ключи потеряны. Плюс непонятно, в какое время в прошлом это произошло. Нет никаких указателей. Поэтому используем Present Perfect. Not again. You are always losing your keys. Мы видим Not Again, который говорит нам о том, что спикера раздражает ситуация того, что кто-то постоянно теряет свои ключи. Поэтому Present Continuous. Легко это упражнение выполнять при помощи грамматического справочника. Очень рекомендую пользоваться. Exercise 3. Read the theory box. Find two examples of state verbs in the comic strip. Нас просят ознакомиться с теорией в рамочке, а затем найти два примера глаголов состояния в комиксе. Let us start with the theory. State verbs are verbs which do not normally have continuous tenses because they describe a state rather than an action. С этими глаголами мы уже сталкивались. Like, love, hate, believe, know, etc. For example, he likes tennis. Some state verbs have continuous tenses, but there is a difference in meaning. У некоторых глаголов состояние может быть форма времен группы continuous, то есть продолжительных, но будет разница в значении. Например, I think he is lying. And I'm thinking of going out. То есть я думаю, что он врет, и я подумываю о том, чтобы что-то прекратить делать. Ну или просто выйти откуда-то. Надо смотреть, какая информация будет дальше. Так, здесь у нас think – это состояние думать. Здесь подумывать – это уже действие, соответственно, оно берет форму continuous. Посмотрим на комикс. У нас есть глагол know – знать, это состояние. А также глагол believe – верить. Это также глагол состояние. Также материал по глаголам состояние есть в нашем грамматическом справочнике. Разбит он примерно на четыре группы. Глаголом состояние относятся глаголы чувственного восприятия. Appear, feel, hear, looks, he smell, sound, taste. Пример, he looks upset. Он выглядит расстроенным – это его состояние. Следующая группа – это глаголы, описывающие мыслительную деятельность. Например, believe, forget, know, realize, remember, understand. He doesn't know the answer to this question. Он не знает ответа на этот вопрос. Это опять же его состояние. Другая группа – это глаголы, выражающие чувства и эмоции. Desire, detest, enjoy, hate, like, laugh, prefer, want. Как пример, Mr. Smith wants to talk to you. Mr. Smith хочет. Хочет – это чувства или эмоции. Поговорить с тобой. Он находится в этом состоянии. Также некоторые другие глаголы, такие как be, belong, contain, cost, fit, have, include, keep, matter, need, all, own, wait, wish. I need to use your phone right now. Самый простой способ не спотыкаться на глаголах состояния – это просто их выучить. В нашем грамматическом справочнике их не так много. Этого будет достаточно для того, чтобы успешно справляться со всеми упражнениями. Exercise 3b – put the verbs in brackets into the present simple or continuous. Нас просят раскрыть скобки, поставив глаголы во время present simple или continuous. Why is Billy being so naughty? He is tired. Почему Билли такой вредный? Ну, в данный момент, естественно. Не постоянно, а вот сейчас. Все просто, он устал, поэтому и вредничает. Why are you tasting the soup? I think it tastes a bit funny. Здесь хороший пример работы глагола в состоянии. В первом случае у нас действие, почему ты пробуешь суп. Потому что я думаю, что он на вкус немного пропал. То есть есть подозрение, что суп испортился, его поэтому надо попробовать, прежде чем есть. Здесь tastes – это состояние супа. То есть может перевести как на вкус. Он пропавший. It looks like their car has broken down again. Фраза it looks like лучше всего переводится на русский язык фразой похоже. Их машина вновь сломалась. То есть их машина выглядит так, как будто бы она вновь сломалась. Это ее состояние. Yes, they are looking for a new one at the moment. Здесь уже look – это глагол действия. Потому что к нему добавился for. Получился фразовый глагол look for – искать. А это уже не состояние, это процесс и действие. What do you think of Anne? Каково твое мнение об Anne? Это у нас глагол состояния. She is cool. I am thinking of inviting her to my party. Она клевая. Я подумываю – это уже действие. О том, чтобы пригласить ее на свою вечеринку. Итак, вторую половину главы мы разберем в следующем видео. Если это видео оказалось для вас полезным или просто понравилось, пожалуйста, поставьте ему лайк. И подпишитесь на канал. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon. And bye-bye. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!